Всем привет, с вами Витя и вы на канале под микроскопом. Сегодня я расскажу вам про таких чудесных микроживотных, как тихоходки. С вас лайк и подписка, с меня новые видео. Итак, тихоходки. Они маленькие и пухленькие. У них есть голова, ноги и попа. Их называют водяными медведями. Они не похожи на микроживотных. Во-первых, у них 8 ног. Во-вторых, они не имеют близкого отношения ни к чему другому на земле. Размер тихоходок варьируется от 50 микрон до 1200. Но обычно они имеют размер менее 500 микрон. Тихоходок можно найти в трех основных водных средах. Морских, пресных и есть виды, которые живут на суше. Но это не совсем суша. Видите ли, тихоходки живут на земле. Для нас это суша. Но по сути это пленка воды на растениях. Эта тонкая пленка, почти невидимая для нас. Но это целый мир для тихоходок. Эта пленка может днем высыхать. И тихоходки приспособились к такому выживанию. О выживании тихоходки мы вскоре поговорим. Несмотря на то, что они водные, тихоходки не плавают, а как бы ходят. В пресной воде живут среди растительности. И в основном питаются содержимым клеток растений и водорослей. Протыкая клетки двумя стилетами, которых у них есть в ротовом аппарате. Но некоторые виды питаются одноклеточными организмами. Или даже другими микроорганизмами, включая головраток. У некоторых видов тихоходок есть глаза, которые придают очень милый вид. Но на самом деле это не глаза. Чтобы быть глазом, нужно быть органом. А чтобы быть органом, нужно состоять из тканей, которые сами состоят из клеток. Но каждый глаз тихоходки на самом деле представляет собой одну фоторецепторную клетку. У тихоходки примерно тысячи клеток. И две из них – эти те самые глаза. Тихоходки также покрыты своего рода кожей или оболочкой, называемой кутикулой. Окраска обусловлена пигментацией кутикулы, а также содержимым пищеварительного тракта. Серый-голубоватый, желтый-коричневый, красноватый или коричневый, распространенные цвета. Эта кутикула остается одного размера, поэтому должна сбрасываться по мере роста тихоходок. Некоторые виды тихоходок откладывают яйца в эту самую кутикулу. А затем, когда кутикула сбрасывается, яйца остаются внутри, давая им дополнительный слой защиты от бродячих хищников. Если этим яйцам удастся выжать и не быть съеденным, из них вылупляются крошечные тихоходки, которые, как ни странно, имеют такое же количество клеток за всю свою жизнь, как и при рождении. Тихоходки будут расти, но количество клеток не будет изменяться. Тихоходки удивительно сложны для таких крошечных животных. У них есть пищеварительная система и слюны и железы, даже есть небольшой мозг. Самые сложные имеют более 40 тысяч клеток. Конечно, тихоходки больше всего известны своими навыками выживания. Многие виды обладают способностью выживать в экстремальных условиях, такие как температура от минус 272 градуса до 150, экстремальное излучение, экстремальное давление в 6000 атмосфер. НАСА отправила в космос группу тихоходок и вернула их живым после воздействия на животных космического вакуума и сильного солнечного излучения. Продолжительность жизни тихоходок может составлять от пары недель до более 100 лет. Музейные образец высушенного мха, пролежавший в Гербарии 120 лет, дали активных тихоходок при замачивании в воде. Тихоходки способны выжить в этих чрезвычайно враждебных условиях, подвергаясь процессу, известному как криптобиоз. При криптобиозе метаболизм тихоходок может снизиться до менее чем 1 сотой от нормального, и когда условия улучшаются, тихоходки просто возвращаются к жизни. Существует несколько видов криптобиоза – ангидробиоз и аноксобиоз. При ангидробиозе высыхает вода, и тихоходки сворачиваются в клубок – бочкой. Потом внутри синтезируется стеклообразный защитный сахар – треголоза, который изменяет воду в клетках тихоходок. Этот сахар предотвращает повреждение важных частей клеток во время потери воды и позволяет тихоходкам пережить засушливый период. Аноксобиоз возникает при недостатке кислорода. Тело тихоходок набухает и становится жестким. Движения нет, и тихоходки выглядят как мертвые. Есть некоторые другие виды криптобиоза, такие как кривобиоз, которые могут противостоять тихоходке экстремально низким температурам. И осмобиоз, когда они могут выдерживать изменения осматического давления. Одно из заблуждений о тихоходках состоит в том, что они бессмертны. Да, они устойчивы к этим экстремальным условиям, когда находятся в живом состоянии. Но в остальном они довольно нежные животные и их легко ранить и убить. Из-за своего небольшого размера тихоходки поедаются некоторыми более крупными одноклеточными организмами. Тихоходки не экстремофилы. Им не нравится жить в экстремальных условиях. Они просто хорошо могут пережить эти условия. Вот такая вот интересная информация получилась про тихоходок. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вам понравилось видео, то друзья, подпишитесь на наш канал. До скорой встречи!